Вот, здесь мы будем жить. Проходи, располагайся, чувствуй себя как дома. Не понял. Тань, это мой друг, Гена. Ген, это моя жена, Таня. Данила мне так много о вас рассказывал, но все равно, очень приятно. Данила, ты что пугаешь-то? Мог бы сказать, Ген, друг, иди погуляй пару часов. Танюш, ты пока огляди здесь все своим хозяйским глазом, нам с Геной поговорить надо. Как скажешь, милый. Ты что, ты свихнулся, что ли? Ты вообще когда успел-то? Ты поверил? Ну да. Ни одна женщина не будет тебя целовать без штампа в паспорте. Значит, моя мама тоже поверит. Она приезжает сегодня к нам погостить на пару дней. Ты хочешь ее разыграть? Ха! Слушай, у меня есть идея получше. Давай я возьму у Петрова форму наручники, ворву сюда и зару. Гражданин Краснов, вы задержаны по подозрению в изнасиловании и в убийстве. И телку оставим. Пусть в ванной труп изображает. Вот это прикол. Вот это я понимаю. Ген, тут такое дело, понимаешь? Моя мама согласилась оплачивать эту квартиру, если я женюсь. Я и договорился с Таней, чтобы она изображала мою жену симпатичную блондинку, а не труп в ванной. У тебя проблемы со зрением? Таня, брюнетка. Это у мамы проблемы со зрением. Ей хоть лысую подсунь, она все равно не разглядит. Ей главное, чтобы жена была. Она уж долго о внуках мечтает. Подожди, а я кого буду изображать, когда мама приедет? Ну, пару дней будешь изображать бездомного. Ой, а вот и Танюша моя. Ну, что у нас там насчет ужина? Да, и в квартире надо прибраться перед приездом мамы. Я вообще-то актриса, и мы договорились только на роль жены. За повара и домработницу придется доплачивать отдельно одну тысячу долларов США. Тысяча долларов! Я не понял, она роль жены играет или грабителя? Дорогая, за долгие минуты нашей совместной жизни я понял. Мы разные люди. Я бедный, ты жадная. Нам надо разойтись. Как скажешь, дорогой. Только учти, наша маленькая предоплата останется жить со мной. Блин. Ну и где мне теперь до вечера найти другую жену? И что, чтоб так натурально сыграло? Как скажешь, дорогой. А можешь то же самое, только с поцелуевшечкой? Эй, эй, я не буду твоей женой, я мужик. Мы наденем тебя женское платье. Ты хочешь делать из меня трансвестины? Всего на пару дней. А вдруг тебе понравится? Душные с такими вещами не шутят. Не хочешь носить женские вещи? Собирай мужики и вон из моего дома. Ты хочешь выгнать меня, своего единственного лучшего друга? Ты мне не друг. Друг познаются в беде. В беде, а не в платье. Друзья познаются везде. Ты еще здесь? Даня, давай сядем и поговорим как друг с другом. Только как муж и жена. Хорошо, дорогая. Жена ты. Хорошо, дорогой. Давай поговорим так. Даня, ты не устраиваешь меня как муж. У тебя слишком маленькая зарплата, и ты слишком много пьешь пива с другом Геной. Обещаю. Я больше не буду пить пиво с другом Геной. Тогда тем более не подходишь. Дорогая, у тебя тоже есть недостатки. Ну, какие? Ты одеваешься как мужчина. А потому что ты не даешь мне деньги на новое платье. Хорошо, сколько тебе надо? Тысячи рублей хватит? Ты что, хочешь, чтобы твоя жена выглядела как оборманка? На. Три. Ну что, договорились? Спасибо, зайка. Эй, эй, эй. По-моему, ты слишком хорошо вошел в роль моей жены. Алло, Ром. Привет, мама дома? До вечера не будет. Отлично. Так, блондинка. Рост 160 сантиметров, волосы до плеч. О. То, что надо. Девушка! Девушка! Света? Блин, ты же идеальный вариант. Как я раньше-то не догадался. Совсем заработался, ну? Кем заработался-то? Фотографом? Сотрудником международного агентства «Зводник». Я ищу для олигархов красивых девушек, а получаю с этого процент. За работу надо деньги получать, а не проценты. Кстати, о деньгах. Хочешь познакомиться с олигархом? А я уже познакомилась. Его Славян зовут. Славян? Да, Славян Колянович. Он генеральный директор шинмонтажки. Света, олигархи – это очень богатые люди. У них есть миллиарды долларов. А Славян тоже очень богатый человек. Он мне, между прочим, обещал 2000 рублей на новые джинсы подарить. Послушай, если ты понравишься тому олигарху, с которым тебя я познакомлю, он подарит тебе новый джинсовый магазин. А колечко с камушком подарит? Да всё что угодно. И машину, и яхту, и самолёт. Пойдём. Ай, ты мне так руку оторвёшь. Новую подарит. Да ты чё? Вот, мам, проходи. Чувствуй себя, как дома. Так. Ну, и где же твоя жена? Сейчас позову. Гена! Ты же говорил, что твою жену зовут Таня. Да, но иногда я называю её Леной. Например, когда она очень долго идёт. Лена! Здравствуйте, мама. Я жена вашего Данилы, меня зовут Даша. Так Лена, Таня или Даша? Ну, когда тупит Даша. И это твоя жена? Конечно, кто же ещё? Не коллега же с работы. Нет. Это не жена. Это вертихвостка какая-то. Вот, модное платье вырядилось. А у самой в квартире пыль и полы грязные. Ты говорил, что он плохо видит. Пыль и грязь хорошо. Остальное плохо. Чё стоишь, неряха? Бери тряпку мой. Повезло. Она поверила. Вот тебе повезло. Мне горбатиться придётся. Ничего, два дня потерпишь. И я отсюда не уеду, пока эту лентяйку бестолковую твою порядку в доме не приучу. Ну чё застыла, черепаха? Руками шевели. У меня олигарх, дура. Это мой шеф. Директор сводника Серж Пустошилов. Ну и что, этот мне тоже нравится. Ром, привет. Уже нашёл? Ну и где такие водятся? У меня дома, на диване перед телевизором. Это моя сестра, Светка. Хорошо. Тогда давай серии параметров. Блондинка, рост 160, волосы до плеч. Подходит идеально. Добрая, участливая, умная. Стоп. Умная? Да. Так же не было такого параметра. Было. Просто ты не заметила. Женский ум вообще редко кто замечает. Света, иди домой, ты нам не подходишь. Погоди, погоди, погоди. Бывает так, что с виду глупышка, а внутри кладезь ума и фантазии. Да нет у меня внутри никакого кладези. Я рентген проходила. Да. Не тот случай. Но ничего, встреча с олигархом вечером, я думаю, мы всё успеем. Найти умную блондинку? Нет, зачем же. Мы у твоей сестры будем интеллект развивать. И даже медведя можно научить кататься на велосипеде. Ой, а я, кстати, умею на велосипеде. А ещё на велотренажёре могу. Да, не тот случай. Но у меня большой опыт. И большой, очень большой оптимизм. Прежде чем дело дойдёт до ума, Света должна дойти до олигарха. Ты можешь пройти по прямой несколько шагов. Красиво. По прямой да запросто. Я тысячу раз так ходила. Девонька милиционер, ну отпустите нас, пожалуйста. Ну мы ни в чём не виноваты. Ну мы думали, эта машина ничья. Ну как? Ну вот, получается. Можно я тогда из туфель кнопки уберу? Ни в коем случае. Привыкай ходить грациозно на носочках. Ну можно хотя бы дощечку отвяжу? Ну спину натерла. Нельзя, учись держать осанку. Так, с походкой разобрались. Теперь искусство светской беседы. Будем учить твою сестру косить подобную. Мне кажется, лучше учить её косить поднимую. Впечатление о человеке складывается в первые полминуты разговора. А это всего несколько фраз, которые она должна выучить. Несколько фраз за полдня? Это невозможно. С этим прибором возможно. Как только Света будет ошибаться, прибор ударит её током. Пока не убьёт? Да нет, пока у неё не выработается рефлекс. Как в собаке Павлова. Насчёт собаки сомневаюсь. А попроще ничего нет? По принципу гусеницы Павлова или имфузории. На, держи. Когда Света будет говорить какую-нибудь глупость, крути ручку. Так, я что-то не поняла. Меня там кто бить-то собрался? Я, между прочим, и сдачу могу дать. Меня зовут Света, я занимаюсь флюорографией. Порнографией. Типографией. Я занимаюсь хореографией. Люблю современное искусство, скачки и парусные регаты. Отдыхать предпочитаю в пицце. Всё. Перерыв. Лучше три. Квартира должна быть чисто, как в операционной. Откуда меня и увезут в морг? А чё ты грязной тряпкой-то елозишь, а? Ну чё ты не видишь? Вон, смотри, разводы кругом, ну. Один развод вижу. С ленивым мужем, который валяется на диване. Не, Дань, не хочешь помочь любимой жене, а? Ещё чего? Лежи, сынок, лежи. Лежи. Это не мужское дело, Павел Имыч. А ты-то чё тряпку бросил, а? Давай, давай, наяривай. Женская доля наша такая. Мыть, подавать, гладить, стирать, готовить. И мужу пятки массировать. Пятки массировать? Это массажистская доля, а не женская. А вот муж скажет, и будешь массировать. Данила, скажи. Мам, мам, мне кажется, массаж пяток это уже лишний. Сынок, ты ведь ещё не пробовал, а вот попробуешь, по-другому запоёшь. Дорогая, может быть, в самом деле попробуем? Ну, чё стоишь, приступай. Наверное, этот прибор не рассчитан на такой объём тупости. Может, попробуем пойти каким-нибудь другим путём? Бесполезно. Похоже, со Светой все пути тупиковые. Добрый вечер. Меня зовут Света. Я занимаюсь хореографией. Люблю современное искусство, скачки и парусные регаты. Отдыхать предпочитаю в Ницце. Мечтаю выйти замуж за настоящего мужчину. Получилось-то. Теперь ты настоящая леди. Фу, пацаны, семечки есть, устала, капец. Значит так, шторы погладить, окна отмыть, бельёк перестирать вручную. Вручную? Я стиральным машинкам не доверяю. Борщ приготовить. На костре. На плите. Плитам я доверяю, а тебе нет. Вот поэтому я пойду сейчас на кухню и посмотрю, что там творится. А на кухне творится гора немытой посудой и пустой холодильник. Я так больше не могу. Быть твоей жилой сплошная мука. Зато есть свои плюсы. Какие? Ну, во-первых, у нас в квартире давно не было так чисто. А во-вторых, мы испытали с тобой великое наслаждение. Массаж пятого. Я не хочу быть твоей женой. Ну, если ты не хочешь быть моей женой, тогда ты будешь моим бомжом на вокзале. Маме скажу, что мы разводимся. Тем более, ты ей сразу не понравилась. Ты чего тут населась, а? А ну иди быстро работать. Я отказываюсь работать. Это ещё почему? Потому что... Потому что я беременна. Это враньё. Это сюрприз. Ты не можешь быть беременна. Не веришь? А давай к гинекологу сходим. Маму с тобой возьмём, пусть послушает, что ей врач скажет. Ну, так она беременна или нет? А? Ну, ну да. Она беременна. Ах ты, поразит. Что ж ты на диване-то раздёшь? Мам, мам. А ну-ка иди. Мам, не надо. Ой, иди отсюда. Вот что сделал. Что ты совсем? Иди, доченька, иди, доченька. Тебе же напрягаться нельзя. Иди ложись. Вот, давай, ложись на подушку. Ой, спасибо. Ой, спасибо, Тамара Николаевна. Ой, да какая же тебе Тамара Николаевна. Да ладно, я тебе просто мама. Мама. Мам. А? А нам с Данилой нельзя теперь спать вместе. Доченька, конечно, нельзя. Золото моё так и не будешь. Он знаешь, где будет спать? Он на полу будет спать. А может лучше на кухне, а? Ну, чтоб сон мы не тревожить. Ой, ну пусть на кухне. Да как скажешь, так и будет. На кухне. На кухне. Слушай, а тебе ничего не хочется? А может тебе солёненького хочется? Не тебя нет на солёненькое? Нет, солёненькое нет. Нет? А вот на массаж пяток. Так, почему? Данила! Ну-ка иди. Иди скорее. Массаж пяток жене делать. Иди. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ой, золото. Ну, слушай, я так жду. Знакомьтесь. Семён Петрович. Синтепоновый король России. Семён Петрович парализован. Кровавые синтепоновые войны 90-х его не пощадили. Он может общаться с миром только при помощи указательного пальца. А что случилось? Конкуренты вывезли его в тундру, раздели и оставили замерзать. К счастью, у него был кусочек синтепона, которого хватило, чтобы обернуть палец. А зачем ему жена, если он парализован? На самом деле, у него было два кусочка. Семён Петрович спрашивает, кто из вас невеста. Ну, конечно, с удовольствием. Но есть варианты получше. Знакомьтесь, богиня красоты Светлана Букина. Действительная богиня. Жаль, что Семён Петрович не может оценить. Он очень плохо видит. Добрый вечер. Меня зовут Света. Я люблю современные искусства. Слышит он тоже так себе. Семён Петрович спрашивает, готовы ли вы стать его женой и разделить с ним горе, радость и два миллиарда долларов. Ещё как. Осталось понять, готов ли он. Вы же не откажетесь пожить здесь, пока он не узнает вас получше и не примет окончательное решение. Пожить здесь? Ну, круто. Подойдите, он хочет вас потрогать. Вы ему нравитесь. Семён Петрович хочет подарить вам в знак своей симпатии фамильный перстень. Ой, ну наконец-то. У него пальчик опух. Колечко не снимается. Семён Петрович, с вами всё в порядке? Вам больно? Семён Петрович, почему вы молчите? Ты сломала ему палец. Ой. Да ладно. До свадьбы заживёт. Ты что тут делаешь? О, я это... Полочку хотел прибить. Полочку хотел прибить? Да я тебе же самому прибью. Ты чего ж ты беременной жене спать мешаешь? Да тише можно. Да спи, спи, солнышко. Мы в магазин собрались с Данилой. Посмотреть колясочку для малыша. Может, тебе чего надо? Может, платье для беременных? Лучше пиво для беременных. Ага. Ладно, обязательно купим. Ну что ты стоишь? Ну пошли на выход. Наконец-то. Ой, как приятно снова почувствовать себя мужиком. О, ну боже, сумку. С деньгами забыла. Ой. Ой. Ой, Данила. Данила. Что, мам? Что случилось? Ой, Данила. Твоя жена тебе изменяет? Вот только что из-за ее спальни мужик в трусах вышел. И все? Костя. Фу. Я уже думал, что-то случилось. Что, идет что ли совсем? Мы за порог, она сразу хачили, привела. Ты что, не понимаешь? И вот от этого любовника и ребенка ты у нее точно тебе говорю. Мама. У вас же это. Зрение плохое. Вы меня с этой, с мужчиной перепутали. Да. Зрение-то у меня может быть плохое. Но мужика от женщины я всегда отличить могу. Ну так вот, сынок. Я и дальше буду платить тебе за квартиру. Но при одном условии. Ты немедленно выгнешь эту потаскуку. Да с удовольствием. Даня, подожди. Даня, ну дай хоть переодеться. Зачем? Так ты быстрее себе найдешь другого мужа. Даня! Даня, ну подожди. Ром, ты не видел мое зеленое платье? Еще, еще найти не могу. А у меня нормальных вещей-то по пальцам пересчитать. Никогда не произноси при мне этого слова. А что за истерика? Я тебя даже пальцем не тронула. Нервные все. Переоденусь и вернусь. Ты как?